День без улыбки, потерянный день. 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 уверенно особенно когда нет реакции от зала и тогда уже тяжело формулировать мысли и вот эти вот слова паразиты матерные слова не просто уже выплескивается вот и иногда это сложно контролировать на сцене то есть можно сказать чем чаще вырывается нецензурная брань тем более неуверенно чувствует себя комик ну по крайней мере у меня так работает не знаю а где вообще можно посмотреть ваше выступление у нас есть youtube канал вот есть наш инстаграм там все инсайды наших мероприятий все афиши все даты подписывайтесь следите только онлайн получается нет приходить на мероприятие конечно же для этого и есть афиши вот приходить мы устраиваем открытый микрофон закрытый микрофон и концерты иногда вот заведение города да где-то на вас за конечно как давно вообще в барнауле развивается ты стендап рассказывай пришел все интервью молчать вообще вообще как бы стендап комики люди достаточно раскованные поэтому про мат вот ну я использую мат чтобы выразить эмоцию ну потому что обычными словами не всегда понятно то что ты чувствуешь полностью поэтому мат помогает если он к месту или не к месту тоже а все-таки вернусь к вопросу как давно вообще развивать развивается уже давно уже больше пяти лет там многие ребята брали образы правления пытались продвигать потом они уезжали потом приходили другие ребята тоже это все продвигали потом они тоже уезжали потом вот эти ребята которые снова взяли они снова уехали и все образы правления перекинули на никиту милованова и никита милованов написал мне и мы вместе вот начали что-то делать вот там из комиков были вот виталий леонтьев с нами нарбу потом присоединился роксана ленская вот и вот мы чуть ну вот милованов как раз тот кто организовал это движение да или нет нет просто ему передали это да никита в основном в организации отвечает за то чтобы договориться с заведениями договориться с кем это кто у нас там заказывает какие-то корпоративы концерт иногда тоже бывает могу похвастаться вот я например отвечаю за техническую составляющую основном свет звук там подключить что-то ну естественно тоже выступаю вот есть там девочка которая за фиши рисует нам вот ребят а вообще стендап вот кто ваша аудитория он для кого этот стендап у нас приходит в среднем 20-30 лет такие вот люди вот но вообще разные на самом деле люди приходят есть помоложе и постарше то поколение которое воспитывалось на юрмале на кривых зеркалах как вообще относится к вашему творчеству они заходят посмотрели такие ничего не понял вышли больше не приходили я просто сейчас сижу удивляюсь мне так непривычно смотреть на виталия человека который на сцене очень такой раскованный а здесь вот прям такой закрытые скромный а вот расскажите вот ваши образы внешний вид это как-то часть имиджа или это не просто так нравится выглядеть вот но естественно сцене иногда это обыгрываю каким-то образом там какие-то шутки на эту тему в частности вот длинные волосы на да да у меня сегодня была очень забавная ситуация еду в автобусе и ко мне ну меня часто путают с девушкой из-за моей прически но люди не вдаются в детали они просто такие типа девушка вот и обычно я спокойно отвечаю такой типа я не девушка и все они отстают вот а сегодня едем ко мне мужчина такой типа девушка и я такой я не девушка такой а почему вот и что я должен был на это ответить ну ребят то есть все ситуации которые вы упоминаете да в своих шутках это все ситуации жизни не всегда иногда выдумываем вообще да иногда вообще полностью все придумано то есть у меня есть например шутка где я такой очень сильно меня раздражают веганы почему хороший вопрос мой воображаемый друг потому что веганы пьют кокосовое молоко из-за веганов маленькие кокосята голодают им нечего кушать приходит такой маленький кокосенок своей большой маме кокосихи говорит мама я хочу есть она говорит а нечего есть сынок потому что веганы все выпили вот это просто шутка родилась на основе того что я сделал такой кокосята 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 это маленькие кокосики вообще какова вот основная тема ваших шуток о чем чаще всего а может быть какие-то заходящие темы есть да те темы которые больше всего вот откликаются у зрителей нет я просто какой-то прикол у себя в голове придумал и такой да расскажу сегодня прикол и зрители такие а темы вообще какие то есть вот вот знаете точно попадет вот в точно точно попадет любая чернуха это сто процентов но если правильно подать если знаешь как и подать то она обычно заходит или же за могу же зура сказать хотите конечно хочу вот люди не умеют делать подарки потому что знаете как нужно делать подарок когда ты даришь его реакция должна быть ну примерно такой вау всегда хотел почитать эту книгу но не такой вау всегда хотел помыть свою голову это говоря подарки например шампунь да и так далее да актуалочка ребята вот какие шутки вот вы уже выходите и знаете что вот что-то как-то под сомнением наверное не подойдет ну конкретно типа по темам нет есть но уже когда проверена шутка то есть вышел на открытом микрофоне на закрытом пришел проверил его и люди не посмеялись такой ясно без этой шутки дальше идем вообще себя ведете когда вот поняли что вот ну не получилось эффект должен его получить ну первое время я расстраивался прям обидно и бывало такое то что я прям несколько дней подряд выходил выступал и все идет в молоко практически это какой то зачем я вообще этим занимаюсь видимо я вообще исписался там делаешь какой-то перерыв потом приходится равно какая-то мысль как-то снова дописываешь но конкретно по темам того что точно не зайдет нет по крайней мере вот у меня а цензура какая-то есть ваших выступлениях это вообще все что угодно только зритель наша цензура если зритель не посмеялся на шутка плохая если зритель посмеялся то значит оставляем а как вообще не стесняться вот выходить на сцену зная что вот возможно будет такая ситуация да не посмеются как себя вести это никак либо проигнорировать либо если ты отличный актер как-то это обыграть на сцене типа ребят ну давайте еще раз да посмотрим ваше выступление в данном случае виталий сейчас будет твое выступление понимаете я я кстати хотел быть гуманитарием какое-то время просто я просто и как гарри поттер я одел распределительную шляпу она мне говорит надел надел они о делу очень обидно если честно я вообще не понял этих вот придирок и еж них вот ну и все-таки говоря о цензуре да мы видим что вот те как раз шутки с нецензурной лексикой до заходят лучше чем те шутки которые без нее вот как это можно вообще объяснить потому что эмоция люди видят эмоцию и ловит ее а у нас нельзя просто взять эмоцию без этого всего не можно конечно просто ну мне кажется мат ближе нам потому что но комик это не давно уже не какой-то официальный человек в костюме который выходит на сцену как задорного так с листками это такой свой чувак который пришел там в обычной домашней одежде вот и люди воспринимают его как обычного собеседника и ну часто у нас люди в обычном разговоре вкидывают и маты и какие-то другие непечатные нецензурные слова ну а вашими зрителями наверняка становятся хотя бы если не оффлайн да то онлайн становится и родители и родственники и бабушки-дедушки и те же преподаватели как они вообще ко всему этому относятся у меня мама вообще не смотрела ни одно моё выступление но при этом она считает то что я прям звезда барнаульская я такой мама я поехал на интервью она такая у человека вот я вот буквально вчера выступал на разогреве у ивана абрамова на концерте вот и такой мам я поехал у ивана абрамова выступая гритов который стилька и такой данка ничего себе но при этом ни одно выступление на не видела и это хорошо то есть это лично получается знаком с иваном абрамовым ну как знаком просто он после разогрева подошел такой говорит пацаны спасибо за концерт и еще мне лично комплимент сделал такой говорит твое выступление слушал очень классно выступил а такой а сами то не думаете вот равняясь на наших знаменитостей пойти куда-нибудь на большую сцену не просто где-то в заведениях кто пойдет рановато еще рановато еще у меня были идеи там типа собрать хотя бы с бесплатным входом зал на 200 человек вот это ничего себе мы бы сделали сенсацию о том что какие-то неизвестные комики собрали большой зал но ребята не особо поддержали эту идею ну мне кажется рановато еще как-нибудь со временем сделаем вот вы говорите в рановато да виталий почему рановато чему можно научиться если ты шутить умеешь это же уже хорошо у нас просто зритель не наберется столько у нас я сольник свое дело туда пришло девять человек это самые преданные самые бедные причем 4 из них случайно пришли но им понравилось это показатели что а вот ну исходя из этого вопроса до стендап комика может стать каждый конечно да а что нужны уметь записаться на открытый микрофон и пробовать 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 я вот несколько раз слышу открытый микрофон закрытый микрофон а в чем разница на открытый микрофон может пойти и выступить любой желающий кто хочет записаться и выступить вот на закрытый микрофон выступают только опытные комики приходят проверять свой материал ребят а как рождаются вообще ваши шутки это какая-то спонтанность или это вот сел сосредоточился придумал шутку ну это спонтанность никто так не вытягивает из себя шутки есть комики которые вот специально там типа как луис и кей какой-нибудь он прописывает себе сет-лист выходит на концерты вот прям пытается вот в ходе импровизации уже разгонять это все но большинство шуток которые хорошие и отлично срабатывают они в основном как-то спонтанно приходит вот и обычно у нас как по крайней мере у нас в стендапе как работает мы делаем пишем себе какие-то темы как и какие-то интересные мысли для разгонов потом в итоге вместе собираемся и вот уже в плане обычного такого же разговора накидываем какие-то новые шутки и там типа о вот это смешно вот это я запишу себе а вот так вот сейчас спонтанно например вот вы сидите я говорю можете пошутить а вы можете пошутить только из-за кромов если доставать то что никто не слышал нет но это надо прокачивать навыки импровизации вот но вот из недавнего того что я написал еще никто не слышал вот забавная шутка про то что вам не кажется что у нас очень часто странно распределяется бюджет то есть у нас очень много денег выделяется на салюты но для того, чтобы все люди собрались на площади и смотрели на него через телефон и такие «не, но в прошлом году салют был, конечно, лучше», а не проще ли тогда просто создать один большой чат в WhatsApp и высылать видео прошлогоднего салюта, чтобы люди также собрались на площади и такие «прикольный салют», прям как в прошлом году. Ребята, я вижу, вам эта тема очень нравится и можно было бы говорить о ней очень долго, но нам пора закругляться. А я напомню, у нас в гостях сегодня были стендап-комики Дима Бобровский и Виталий Леонтьев. Улыбайтесь чаще, до встречи!